Здравствуйте, драгоценные мои друзья. Ну что же, тревожные новости. Патриарх Кирилл, руководитель Русской Православной Церкви, РПЦ, заболел ковидом. Об этом сообщила пресс-служба и сказал, что ближайшие несколько дней, может быть, недели вообще отменяются все публичные выступления, потому что ковидом заболел достаточно, ну, в средней степени тяжести, так скажем. Значит, пресс-служба уточнили, что находится в удовлетворительном состоянии. Значит, на ближайшие дни все запланированные встречи поездки святейшего, патриарха Кирилла, отменяются в связи с заболеванием ковидом, протекающим с выраженными симптомами и необходимостью постельного режима и изоляции. Ну, патриарх человек уже пожилой, как бы опасно. И при этом, друзья мои, патриарх регулярно прививается. Сообщено, что, ну, много у него прививок. В 22-м году он прививался, в 21-м году прививался. От ковида прививки у него есть. Но болезнь средней степени тяжести. Ну, драгоценные мои, понятное дело, что ответственность и все остальное, патриарх заболел. Хотя множество верующих молятся о его здоровье. Во всех храмах молятся о его здоровье. Ежедневно возносятся молитвы к небесам. Но болезнь дается каждому, как некий урок. Для каждого из нас болезнь это не наказание, а урок. Для патриарха Кирилла, мне кажется, в последнее время много уроков. Помните, падение ногами, так сказать, к алтарю, головой назад, для пожилого человека, тоже очень сложное. Времена непростые. Что мы можем сказать? Желаем ли мы ему здоровья и возвращения? Ну, у каждого своя судьба. И, наверное, на патриарха особые задачи на него возложены небесами или еще кем-то. Будем смотреть. За этим персонажем, за этим человеком нужно смотреть. Потому что его жизнь может быть некой схемой и уроком. Не только для нас, но и для всей страны. А уж там желать чего-то, выздоровления скорейшего или, наоборот, прохождения житей с вот этой вот кармы этого мира здесь. Страданий. Ну, Бог терпел и нам велел, да, как говорят некие мудрецы. Все, драгоценные мои, пока, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...